Хочу сказать вместе с вами, братья и сестры, слава Богу. Хочу сегодня с вами поделиться некоторыми мыслями, которые посещали меня. Хочу также поделиться с ними, с вами. И в последнее время я так немножко начал размышлять о своей жизни, смотреть, пересматривать свою жизнь и смотреть, что Бог сделал такого необычайного, а в моей жизни, что Бог сделал, знаете, так, в некоторый промежуток времени, и что-то так получается, я замечаю, что что-то в последнее время Господь такого мало делает то, что я так сильно замечаю, что какое-то необычное. И я бы сказал так, так как мы верующие, мы всегда переживали какой-то момент жизни, когда Господь выходил нам на помощь, когда мы переживали такое близкое общение, когда мы чувствовали эту близость, мы были так, знаете, так, видели, что Бог что-то такое большое творит в нашей жизни. Но почему-то в последнее время бывает так, что мы мало замечаем это. Мы помним, что с какого-то промежутка времени, если я вас прошу, что помните вы какой-то момент, вы мне, думаю, назовете. Но почему-то это случается, что это было какое-то время уже назад. И я так немножко начал замысливаться, и я бы сегодня сравнил бы свою жизнь, мы уже немножко слышали о этом царе Езекии. И если посмотреть на жизнь Езекии, то у него были очень сложные моменты. Господь его просто выводил в таких ситуациях, которых мало где встречается в Библии. Мы знаем, что когда его окружил царь Синахерим, который смеялся над Богом, он взял это письмо, которое прислал ему царь, пошел в дом, молился. И знаете, Господь его избавил от этой руки таким чудесным образом, что просто ангел пришел и уничтожил таких всех его военачальников, и это войско должно было отступить. Но когда мы посмотрим дальше, мы видим, что когда пришло время спокойствия в его жизнь, то он начал отходить от Бога. И есть такое место записанное, там написано, что за то, что он не возблагодарил Бога, то был гнев на него. И написано также, что когда пришли, уже брат говорил, воспоминал об этом, то он говорит, что Господь отступил, чтобы проверить его сердце. И если так посмотреть, то действительно он к концу своих дней очень многого достиг. И если посмотреть его просто инженерные решения, которые были, они опережали времени, он провел воду, у него были специальные военные орудия, чтобы защищаться. Мы видим, что пришла гордость. И, знаете, забылось так, но мы, если так посмотреть, что из Библии, мы видим, что Господь хотел бы, чтобы Он имел что-то с Ним, чтобы Он возблагодарил Его. Если мы даже посмотрим из Библии, это больше всего уже Христос говорит, то Он учил о том, что мы всегда должны обращаться к Богу. И яркие примеры для меня, это когда Иисус говорил притчу об этой вдове, которая ходила к неправедному суде. И он говорит, неужели я, Господь, хуже, чем этот неправедный судья, который по настойчивости не поможет детям своим. И в продолжении этого я хочу прочитать местописание, которое записано в книге Малахии, это в книге пророка Малахии. Я буду читать с 3 главы, 10 стих, с 10-го в 14-й. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью на вас благословение до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженным называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделению, говорит Господь Саваоф. Дерзостны предо мной ваши слова, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И я остановлюсь на этих словах. И если так посмотреть, то, что пророк Малахия говорил, он описывал такое ужасное, скажем так, такое состояние, которое было среди его народа. И там впереди он пишет, что даже осуждает, что были люди, которые приносили плохое в жертву Бога. И он говорит, что принеси это к своему начальнику, примет ли он. И я так, знаете, так, да, сегодня наше служение к Богу чем-то отчисляет, оно отличается, но, знаете, мы можем так же уподобляться, как эти народы, и обкрадывать Бога. Да, сегодня, может быть, это не ягнята, которые там, но сегодня так посмотреть на нашу жизнь, а не обкрадываем ли мы Бога временем? Сколько времени мы уделяем Ему? Знаете, как мы относимся к служению, как мы посещаем, ищем ли мы это? Не обкрадываем ли мы, как этот народ? Но если посмотреть на эти слова, которые говорит пророк, он говорит, что, и Бог говорит через него, что говорит, вы даже на этом испытайте меня. Он говорит, что я хочу что-то, чтобы у нас было такое взаимоотношение, как между друзьями. Что он говорит, что вы посмотрите, неужели я не закрою? Неужели я не смогу этого сделать? Он говорит, что я сделаю это. Я открою даже в этих ситуациях, когда он говорит, что небо открой, я запрещу пожирающим, он говорит, ну сделайте. Но мы видим, что народ, он не соглашался с этим, он осуждает, говорит, что вы говорите тщетно служение. И знаете, я так присматриваю на свою жизнь, я так смотрю, да, действительно, сегодня я мало уделяю время Господу. И так пересматриваю, я хочу, чтобы мы сегодня присмотрели, насколько мы относимся к Богу, не воруем ли мы время, сколько мы читаем, сколько мы общаемся с Ним. Если посмотреть, Господь хочет этого, и Он призывает. И знаете, так посмотреть на, я так немножко начал пересматривать из Библии, когда люди как бы общались, были очень близкими к Богу. И один из самых таких ярких примеров, это был Авраам. Про него говорит Писание, что он называл, и говорил, что, Яков говорит, что он был назван другом Божьим. И когда мы посмотрим на ихнюю жизнь, у них были такие, некоторые, такие очень близкие отношения с Богом. И когда Господь говорит, что, почему я скрывать буду, даже когда он уничтожал Содом и Гоморру, что, он говорит, что нет, я открою это для моего друга, потому что он пройдет. И знаете, Господь хочет таких отношений. И я так немножко начал, хочу сегодня для вас оставить пример, это человек, который обещал пред Богом и пронес это на протяжении очень долгого времени. Обещание, которое он обещал, это я прочитаю из первой книги Библии, это будет книга Бытья. Я хочу немножко вспомнить историю Иакова. «И положил Иаков обед, сказав, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути всем, в которые я иду, и даст мне хлеб есть, и одежды одеться, и я в мире возвращусь, дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божиим. Из всего, что я, Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть». И мы знаем, когда это случилось, это когда он пришел, переночевал в пустыне, когда Господь открылся ему, Господь сказал, что он будет с ним, и я видел это видение, лестницу ангела, которые сходили. И человек, вот мы видим, он говорит, обещает и говорит Богу, что «Господь, если Ты дашь мне». И я так немножко в конце просматривал его жизнь, и в конце так и случилось. Господь сказал ему, и он вернулся на это место, устроил там, а жертвенники жил. И я так просмотрел, то прошло больше 20 лет после того, как он вернулся. И знаете, он помнил, что он обещал Богу, и он сдержал это обещание. И если даже посмотреть на всю его жизнь, то мы видим, что Господь благословлял, у них было такое общение. И я, знаете, так хочу оставить его для нашей жизни в пример, чтобы мы помнили, что мы обещали Богу. Потому что, если пересмотреть на нашу жизнь, когда-то мы пообещали ему служить. Знаете, чтобы мы пересматривали, как мы относимся к этому. И на заключение я бы хотел бы, это очень мне нравится, место Писания, еще одного очень хорошего примера из Библии, это как оставить слова Давида, которые записаны в Псалме 27, я считаю, один стих, это будет первый стих. «К Тебе, Господи, взывая твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу». И такие яркие слова, и он говорит, что, Господь, просто если что-то эти отношения мы теряем, и я не вижу Тебя, он говорит, что Господь просто... И он уподобляет свою жизнь даже к этому человеку, который просто всходит в могилу. И пускай, знаете, эти слова останутся в наших сердцах, и сегодня, чтобы мы пересматривали жизнь, и мы видели, что если что-то у нас не в порядке, чтобы мы, как этот, скажем, псалмопевец Давид, чтобы мы обращались к Богу, потому что, знаете, сегодня есть время исправить, и Господь хочет, чтобы мы обращались к Нему, чтобы мы имели эти отношения, чтобы мы обещали, и Он нам будет за это... чтобы обещали, делали для Него, и Он за это будет воздавать. Аминь.